7 способов сэкономить на ЖКХ. Для того, чтобы сэкономить на ЖКХ, не обязательно покупать более дорогостоящие лампочки или энергоэффективную бытовую технику. В этом видео я дам 7 рекомендаций для экономии на коммунальных услугах без дополнительных трат. Жмите свои лайки и мы начинаем. Если внимательно ознакомиться с платежной квитанцией, можно обнаружить в ней такие пункты, как коллективная антенна, санкционарный телефон или даже радиоточка. Хотя суммы по этим срочкам невелики, но за год они могут составить приличную сумму до 7000 рублей. Например, сегодня многие пользуются спутниковыми или интернет-ТВ, а городской телефон просто стоит на привычном месте и не используется по назначению. Поэтому ненужные услуги стоит отключить. Для этого нужно подать заявку в организацию, поставляющую соответствующую услугу или обратиться в многофункциональный центр. Многие жильцы забывают о сроках поверки приборов учета. Однако по истечении этого срока способ начисления коммунального платежа автоматически меняется. Первые три месяца плата рассчитывается, исходя из среднего потребления квартиры. Далее по нормативу. Учитывая, что установленная норматива существенно выше, чем фактический расход воды или электроэнергии, счет за ЖКХ может вырасти в полтора раза. В итоге такая забывчивость чревата серьезным ударом по семейному бюджету. Как правило, на холодную воду счетчики нужно проверять раз в 6 лет, на горячую воду раз в 4 года. У универсальных счетчиков межповерочный интервал 6 лет, а у электрических счетчиков в зависимости от модели межповерочный интервал доходит до 16 лет. Как известно, тариф за свет бывает одноставочным или дифференцированным, когда цена меняется в зависимости от времени суток. Если жизнь в квартире начинается после 23 часов, имеет смысл перейти на дифференцированный тариф, который подразумевает снижение стоимости энергии в вечернее время. Если же ситуация противоположная, стоит задуматься о смене тарифа на одноставочный. Банально, но из капающего крана за месяц может вытекать до 170 литров воды. Если же кран остается открытым во время чистки зубов или мытья полов, расход окажется куда больше. Кроме того, стоит помнить, что любая вылитая вода отражается в квитанции дважды в виде ее потребления и водоотведения. Поэтому задуматься об экономии водных ресурсов полезно не только в экологических целях, но и ради экономии средств. Некоторые рекомендуют установить рычаговые смесители на краны, а также отдать предпочтение душу вместо ванной. Содержание общедомового пространства также учитывается в платежном документе. Россияне платят за потребление воды и электроэнергии на общедомовые нужды. Помнить про это особенно необходимо, если установлены общедомовые счетчики. Если в подъезде текут трубы или в дневное время горят лампочки, нужно сообщить об эту управляющую компанию или жилищную инспекцию для устранения подобного рода неполадок. Часть трат на ЖКХ можно компенсировать за счет государства. Право на такую меру поддержки имеют граждане, чьи расходы на коммунальные платежи превышают от 10 до 22 процентов в зависимости от региона, от совокупного дохода семьи. При этом у претендента на субсидию не должно быть долгов по оплате ЖКУ. Подробности предоставления субсидии можно узнать в МФЦ или на портале госуслуг. Многие россияне предпочитают не вникать в сложные цифры и оплачивать квитанцию, не проверяя ее содержание. Однако в этом случае есть риск не заметить некоторых приписок или ошибок. К таковым относятся двойная оплата одних и тех же услуг, ошибка в площади квартиры или в показаниях прибора учета. Если вовремя не заметить эти детали, можно переплатить значительную сумму. С вами был, как всегда, юрист-эксперт Евгений Корсакин. Оформляйте подписку на канал, обязательно жмите колокольчик, чтобы получать оповещение о новом видео. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok